Друзья, всем привет! С вами снова Ольга и София. И мы увещаем сейчас из Казахстана, из города Усть-Каменогорск, из города, в котором я родилась и выросла, и вообще где жила до приезда в Корею. Вот сейчас мы с Софией направляемся на рынок, на местный. Если мы до него дойдем, то мы надеемся поснимать там что-нибудь. Я там сама сто лет уже не была, не знаю, как там все поменялось, как там все выглядит, что там продают и вообще. Так, там мы не пройдем, там загородили, потому что сосульки падают постоянно, и здесь очень-очень опасно ходить. Будем прыгать через забор. Да, и руки катают, может быть. Вчера возле нас прям упала огромная-огромная глыба. льда. Я аж подпрыгнула от страха. Так, и вот он прям рынок. Выходишь из дома, и сразу рынок начинается. А, у нас очки не хочешь, София? Я не могу подпрыгнула. Комнинг. Просто окидываешь. Очень окидываю. Очень окидываю. Это ты, кто-то окидываешь? Да, по-моему. Не знаю. Яっていう, что, powер. Хорошо. Хорошо. Так. Я не люблю его. Я люблю его. Что ты делаешь? Здесь, bosки тоже. Я люблю его. Это масло, масло. Хепараги. Хем. Ори. Ори? Да, ори. Что это? Фрукты. Из фруктов только в основном яблоки. И хурма, груша. Сейчас мы зайдем в главный павильон, который я еще помню с детства. Он очень старый. Мне интересно, как он изменился. О, практически не изменился. Здесь очень много всего вкусного продают. И мед есть, и мясо, и молочка. Все домашнее деревенское. Стали сейчас делать вот такие вот всякие закрытые. Мясо, мясо, мясо. Мясо. Соте. В чем соте? Две с половиной. Мясо. Так, Соня хочет соте. Свежие и вкусные? Да, давайте. Это курт. Это юра. Мясо, мясо, мясо. 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 Корейский салат. Сопя, это 한국. Салат. Мясо. Почему? Мясо. 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 Так, друзья, набрали целый мешок колбасы. И теперь нам нужно... Соня, огурцы. На кого-то. На кого-то значит его надо сказать имя. Сколько поворотов. Так вы и меня там будете снимать? Ну, если вы хотите, мы ваше лицо не будем показывать. Ну, почему? Пускай. Пускай? Да. Так, я когда держу, что-то надо делать. Так, держите в левой руке. В левой. И загадайте от сердца, что вы желаете. Погадай, цыган, ко мне. Погадай мне на ладони. Вера, надежду, любовь. Мое сердце успокоит. Погадай, цыган, ко мне. Погадай мне на ладони. Погадай, цыган, ко мне. Погадай, погадай. Все, друзья, нагадали. Теперь Софья меня допытывает, на кого я гадала. Не скажу. Не скажу. Но все хорошо. Обиделась. Под ноги смотри! Сглазила, говорит, на меня уже. Ой, кадр не важен. Дурында, я на картах гадала. Друзья, Софья захотела тюняшку. Можно? И были? Да. Соли? Соли. Шапку-ушанку еще надо сверху. И будет красота. Так, друзья, у нас полные-полные котонки всего. И мы с Софьей идем пробовать шаурму. Она будет пробовать ее первый раз в жизни. Надеюсь, мы останемся живы. Но если мы на Филиппинах остались живы, то, надеюсь, здесь мы точно не умрем. Не отправимся, по крайней мере. О, ееееее! Как здесь? Жарко? Все здесь. Вау, друзья, посмотрите, что нам принесли. Божественная шаурма. Как ты ее будешь есть? Я не знаю, она очень большая. А это мой беляш. Ну, это тоже будет Софья пробовать. Сейчас салфетки плюс. Ну, Соня, давай. Это классно. Спасибо. Начинается. Придем сюда. В игре. Ну да, здесь так. Здесь очень-очень жарко и очень влажно. Потому что все варится, парится и никуда не выходит. В вентиляции. Да? Спасибо. Где? Какая салфетка? Какая салфетка? Какая салфетка? Какая салфетка? Какая салфетка? Так, ладно, это все отставляй. Теперь вот эту попробую. Это беляш. Жареный. И очень вкусный. Я в детстве такие ела здесь. Да? Круто. А то. Все? Наелась? Все, можно. А, еще будешь? Там у нас сейчас дома еще стол. Пирана весь мир ждет. Мама как наготовила. Да. Мы чисто для контента. Мама как наготовила. Я не люблю. Я люблю. А, беляш вкуснее шаурмы? Да, это не очень вкусно. Мама как наготовила. Аааа. Это очень вкусно. Ааа. Это очень вкусно. Мама. У нас здесь, друзья, одно занятие. Мы только едим, едим и едим. И толстеем. День ото дня. Все, пойдем. Друзья, я оставила чаевые. Потому что мне очень понравилось здесь обслуживание. Прям так хотелось, да? Да. Думаю, будешь посол? Вот ты? Хорошо. Можья сополи. Ходит на распашку целыми днями. Давай, я чертую. А кауна в полу не кому-то есть. А, теперь я хотела еще взять. Видите, как хотите? Ау! Бетон! Серьезно. Это блюдо называется курица с тестом. Может, какое-то другое у нее более есть. Романтическое название, да, но мы не знаем. Это блюдо нашего детства. Это блюдо нашего детства и одно из самых моих любимых блюд. Мама, расскажи, что ты тут положила. Масло, курица. Сначала немного обжаривается лук, потом мелко порубленная курица на растительное масло. А ты сюда воды добавила? Ничего не добавляла. Это такая курица? Тесно, тесно в этой. Надо на широкой посуде. А, ну да, здесь с посудой немножко печалька. Печалька с посудой, да. А ты хочешь в двух сковородках теперь делать? Да, я сейчас в двух сковородках немного делаю. Да, сегодня будут гости. А Софья запаривает тебе доширак. Она у нас на нем только и живет обычно практически в путешествиях. Это русский казахский доширак. Да, он российский или казахстанский? Не знаешь? Такой же она в Воронеже, такой же брала, по-моему. В общем, она корейский свой уже весь съела. И теперь берем местный, и местный запаривает и ест. Бич-пакет. Мы, друзья, в аэропорту в Дути-при купили с собой кимчи. Но уже без кимчи никуда. Спасибо. Ау. Как ты? Угу. Это не очень. Кури-пакет и чай. А чай? Угу. 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 Когда кусочки курицы уже обжарены, мы их складываем в кастрюлю и заливаем водой. И сейчас будем катать тесто. Этот лук пойдет у нас в тесто. А тесто вам как замешивается? Ну, в принципе, как на пельмени. Как на пельмени? На большую, на толпу. Где-то полстакана воды и три яйца. Угу. Некоторые для пельменей яйца не кладут в тесто. Да, но у всех разные яйца. Сюда идет, да? Да. Три яйца, полстакана примерно воды и соль по вкусу, да? Мука. Да, соль по вкусу. Там дальше уже кто как любит. Раскатывается тонко, как на пельмени тонко-тонко тесто. Скалка. Скалка. Да, друзья, здесь ничего не было, поэтому сбегали уже на базар, купили скалку. А она как палка, такая, тоненькая. Ну, кто как пельмени толстая, да, есть люди привыкают к таким. Ну, когда она толстая, она быстрее катает просто. А тут массаж заодно рук получается. Видишь? Я тоненько-тоненько раскатываю. Прям вообще как бумага, чтобы было. И насыпаем лук. Мы любим, да, побольше лука, чтобы прям сочное было блюдо. Сочное, сочное было блюдо. Ой, у меня уже всё. В смысле, слюна потеряться начала. И скатываем. И скатываем рулетик вот такой. Угу. Очень эластичное получилось такое тесто. Кладываем на следующий. Всё, кладём. Прижимать не надо? Нет, нет, нет. Кладём следующий. Класс. Ну, всё по той же формуле. Друзья, хочу сказать, что сейчас речь пойдёт про постельное бельё. Просто я сейчас сижу, монтирую и понимаю, что диалог получился вырванный из контекста. Так часто бывает, не всегда успеваешь вовремя включить камеру, а потом трудно уловить смысл. В общем, сейчас мама будет высказывать своё мнение про постельное бельё, сравнивать корейское с российским. Как вы знаете, многие из вас, наверное, знают, что корейское бельё, оно очень сильно отличается от того белья, к которому мы привыкли. И мама просто обожает именно корейский вариант. Оно плотное такое, оно стёганное. В общем, слушайте. И да, если вам интересно, я могу снять отдельное видео. Как-то меня кто-то просил давным-давно, но я не знаю, насколько будет это всем интересно или это просто индивидуальный какой-то интерес. В общем, пишите в комментариях, интересно ли вам будет снять, посмотреть такое видео про корейское постельное бельё. Дальше я две недели никак не могла. Я снимала. Ну так они и тряпки были. Какие тряпки? Пш, говно-то это. Ну да. А с этим нормально теперь стало почти по месяцу спать. Да, мы тоже раз в две, в три недели меня. Да, потому что это… Не пачкается. Пачкается так, да. Потому что плотное, толстое. Да, да. И вид у него такой, только понимаешь, что надо. После того, как все рулетики уже скатали, мы их вот таким образом нарезаем. Видите? Тоненький такой рулетик и внутри лук. Оно даже в сыром виде уже пахнет очень вкусно. И выглядит. Тут у нас кипит наша обжаренная курочка. Сейчас сюда будем опускать тесто. Как вы любили бы в детстве, сами руками клали, помнишь? Со Светой? Не помню. Не помнишь, да? Вам нравилось? Вы любили бульон опускать. Можно же уже опускать? Да, опускай. Та-дам! Друзья, посмотрите, как красиво выглядит это блюдо. Теперь его нужно перемешать будет сейчас. Там внизу курица с бульоном. А сверху тесто. Ммм. Красота! Друзья, сейчас София попробует корейскую морковку. Первый раз в жизни. Как вы знаете, в Корее нет корейской морковки. И она не знает, что это такое. Как вы знаете, что это с 한국. Нет. 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 Это кое-как. Это, не можно. Друзья, это опять я. Я сижу, монтирую и понимаю, что влог обрывается сейчас вот на этом именно месте и все. И там уже начинается следующий день. И я хотела бы спросить у вас, нравится ли вам вообще влоги из Казахстана. Как по мне, так может быть они кому-то скучноваты, потому что не все живут в Казахстане, те, кто меня смотрит. Поэтому пишите в комментариях, хотите ли вы продолжение роликов из Казахстана или вы уже хотите, чтобы я скорее начала снимать Корею. Всех вас обнимаю, всех люблю и до новых встреч. Пока-пока.